Вот по такому пандусу предлагают спускаться мамам с детьми по улице Украинская, 3. В этом доме живут дети-сироты и он строился специально для них. Как говорят жильцы, чтобы пересчитать все проблемы, которые связаны с этими квартирами, не хватит пальцев обеих рук. Трещины по швам здания, промерзающие трубы, вентиляция, запах нечистот с подвала. Как говорят сами жители, этот дом держится на честном слове. При этом зданию всего 5 лет квартиры выкупало для сирот региональное жилищное управление. Выбора в Камни-на-Абе особо и не было, новостроев в городе мало. А детям, которые выросли в детдомах, покупать вторичное жилье незаконно. Но в этом случае, говорят жители, жить в съемной, но не новой квартире комфортнее и безопаснее. Видите, трубы брошены, все просто вот так. Никто не вычищает. Ее никто не выкачивает. Вон она, вы видите, прекрасно, что она уже на подходе, вот так наверх выйдет. Основной причиной всех бед жители многострадального дома считают отсутствие управляющей компании. За 5 лет ее так и не определили. Поэтому в доме без хозяина нет ни косметического ремонта, ни даже нормальных счетчиков. Люди платят за отопление даже летом, когда его нет. Если бы была управляющая компания, естественно, бы таких проблем дома не было. Было бы, все бы контролировалось, было бы хотя бы отработано это все. В администрации Каменского района считают, что жители сами виноваты. А управляющей компании нет, потому что основной собственник дома, региональное жилищное управление, почему-то не разрешают ее назначать. Но помогать администрации готовы. Только сначала просят жителей сделать старшего по дому. Якобы без него общение не складывается. По сути, сегодня надо жильцам дома собраться, провести собрание, определить все-таки, выбрать человека, который бы действительно болел душой и телом за состояние этого дома. Мы готовы работать со старшим по дому. Мы уточнили в региональном жилищном управлении, кто должен отвечать за состояние бесхозного дома. Нам ответили, что приемку здания осуществляла администрация района, следовательно, и решать проблемы с домом им. В том числе и назначать управляющую компанию, что, кстати, по закону нужно было сделать еще пять лет назад. А жилищное управление только контролирует процесс решения этих вопросов. Запретить то или иное решение по благоустройству жилья оно не может. Текущий ремонт жилого помещения, оплата коммунальных услуг, это все ложится на нанимателей. Мы, как наймодатели, только можем определить, сделать только капитальный ремонт в этих жилых помещениях. По итогу, пока в доме нет управляющей компании, текущие трудности придется решать жителям дома совместно с администрацией. И поскольку договориться полюбовно у них не получается, сироты собирают коллективное заявление в суд. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.